Перед началом этого ролика я бы хотел сделать небольшое информационное включение Я хочу рассказать вам о нашем лыжном магазине Shooting Skate Shop Мы предоставляем возможность подобрать лыжи под профессионалов и профессиональных любителей Лыжи высокого класса и любых брендов Это Fischer, Machos, Salomon, Atomic, Rossignol И также мы занимаемся спортивной экипировкой и продажей спортивного питания спонсор Кого заинтересовало данное предложение, переходите в наш телеграм-канал Ссылка на который будет в описании под этим видео Всем привет, с вами канал Shooting Skate Shop Я ведущий Никит Лукашев Цель на моем канале сделать вас сильнее и помочь вам в достижении ваших спортивных результатов И сегодня я запрыгиваю, можно сказать, в последний вагон с роликом про лыжи-роллеры Это можно было сделать еще и в мае и в начале июня Но это я делаю в конце июньского сбора И лучше это сделать сейчас, чем никогда И в этом ролике мне бы хотелось поговорить, стоит ли именно любителям вставать на лыжи-роллеры Потому что некоторые люди вообще не знают о их существовании Некоторые люди встают на лыжи только зимой И не подозревают то, что можно поддерживать технику и кататься на лыжи-роллерах Также не только зимой, но и летом И есть для этого даже специальные отведенные трассы и комплексы На которых и тренируются профессиональные спортсмены Как я и в этом ролике как раз мы об этом говорим И распаковываем посылку Сразу говорю, ребята, это не роллеры Марвы Это просто такая вот упаковка Они ко мне пришли абсолютно недавно И в этом ролике, в следующем кадре Мы сначала распакуем роллеры, которые пришли Пока для вас это загадка Какие роллеры там находятся Находятся, да, это не роллеры за 50 тысяч, как я уже сказал Но тоже они стоят не совсем дешево Поэтому всем приятного просмотра И встречаемся на распаковке Чтобы не томить вас ожиданиями Мы сразу приступаем к распаковке Я еще эти роллеры не доставал Но я знаю, что это за роллеры Это роллеры IDT Скейт в обычной версии Сразу нас встречает вот здесь вот такие дождевички Которые устанавливаются после уже, скажем так, всех действий Они не идут установлены И нам представляются, к вниманию, роллеры IDT классической длины Потому что есть еще IDT Скейт Элит Они на 40 мм длиннее роллеров IDT То есть это 680 мм вместо 640 По весу эти роллеры, по-моему, 1630 грамм Это, соответственно, вес за целую пару И это 815 грамм за обычный один роллер Это достаточно легкий вес Потому что есть роллеры гораздо тяжелее, чем эта модель К сравнению, верхняя модель, то есть IDT Скейт Элит Не то, что верхняя, просто удлиненная модель Она весит всего лишь, по-моему, на 50 грамм тяжелее, чем эти роллеры Соответственно, на них у меня установлены вторые колеса по жесткости Есть первые колеса, есть третьи колеса Но, как мы знаем, роллеры на сотых колесах Считаются медленными роллерами На которых и проводится основная работа в сезоне Это не разгрузочные роллеры Предположим, те же старты Потому что старты – это роллеры быстрые На, по-моему, 80-е колеса у них диаметр И они считаются как раз-таки скоростными Теми роллерами, на которых проводятся старты некоторые Или же проводятся разгрузочные тренировки Но, как я сказал, мне нужны были именно роллеры IDT Потому что предыдущие роллеры у меня также были от этой компании И, соответственно, они меня расстроили в том плане, что случайно колеса у меня все-таки лопнули на второй сезон У меня предыдущая платформа проходила где-то порядка 4-5 сезонов Но я менял за это время два раза колеса Потому что резина при активной эксплуатации стачивается достаточно быстро Первые колеса, соответственно, были оригинальные И хватило где-то на 2-2,5 сезона Потому что есть слухи, что IDT это недолговечные роллеры Но вопрос в том, как их эксплуатировать Если кататься на любых роллерах, скажем так, активно То, скорее всего, колес хватит на 2 сезона Если говорить про профессиональный спорт Предположим, те же лыжероллеры Эльва, русского производителя Если кататься активно, то их хватает всего на 1 сезон Это очень мало Вторые колеса у меня были на предыдущих IDT Не оригинальные Это были итальянские колеса, которые делает отдельный производитель И они были тоже достаточно качественные Они отходили примерно 2, чуть более 2 сезонов 2,2 сезона Вот как раз пережили, наверное, первую неделю второго сбора Точнее, первого сбора сейчас, июньского И заднее колесо взорвалось И уже посчитали то, что легче, скажем так, нам приобрести новые роллеры Потому что эти роллеры стоят порядка 20 тысяч Чем покупать колеса за 16 тысяч Потому что это, ну, скажем так, неразумно Можно обновить платформу, обновить полностью роллер И как раз таки это было бы интересней Потому что все равно платформа тоже какой-то износ имеет Имеет какие-то дефекты И поэтому лучше обновлять каждые 2 сезона роллеры Это мое мнение Потому что это не такое удовольствие дорогое, как лыжи Тем более большинство спортсменов, которые накатывают за сезон Не так много, как профессионалы Могут себе позволить кататься на одних роллерах Порядка 4 и более сезонов, как мой отец Отец мой приобрел роллеры IDT и спокойно катается уже 4-5 сезон Ровно за это время, как бы я уже поменял два раза колеса и приобрел третий лыжероллер И пока он накатывает еще на первых Поэтому тут вот такая тема И в следующем кадре уже поговорим отдельно про лыжероллеры и про эту тему Теперь давайте разберемся с темой лыжероллеров Вообще, что это такое? Ну, как мы поняли, это лыжа на колесиках, которые мы используем попросту на асфальте Но для чего они нужны? Потому что, думаю, профессионалы тоже будут кто-то смотреть этот ролик Им эта информация абсолютно не нужна Потому что это касается только тех любителей Как я уже объяснил, которые не имели с ними до этого дела В первой части разберем, что на них тренировать и как Во второй части ролика уже разберем, какие бренды и конек классика Что лучше выбрать и как это все использовать Но начнем с того, что лыжероллеры это не основной инвентарь, на котором мы делаем основную развивающую работу Потому что лыжероллеры, надо понять, это все-таки вещь такая, которая больше идет на восстановление На них проходят вторые разгрузочные тренировки Да, я не отменяю того факта, что мы на них бегаем соревнованиями И делаем какую-то развивающую работу Да, это так, но на самом деле основная развивающая работа Это проходит в виде имитации, в виде кросс-походов длительных И какой-то работы именно беговой Потому что беговая работа является летом самой развивающей Лыжероллеры же, это вещь, которая нам помогает поддерживать технику в течение летнего сезона Да, на них мы делаем технические работы Да, мы на них делаем, как я сказал, некоторые развивающие работы по типу темповых И по типу, предположим, длительных тренировок на роллерах Они тоже имеют место быть Но надо понять, что это не основной продукт, на котором мы занимаемся летом И то есть, если вы будете, я уже проверял это 4 сезона назад Кататься только на лыжероллерах, даже 5 сезонов назад И хотите достичь успеха в плане функционала и техники То вряд ли лыжероллеры этому помогут Потому что все равно без бега, без имитации, без развивающей подобной работы Вы никуда не уйдете Лыжероллеры это тема только для того, чтобы поддерживать технику И поддерживать на должном уровне функционал Ну, скажем так, на вторых разгрузочных тренировках И дать мышцам другую работу отойти Более они нам, по сути, не нужны И в этом плане, то есть, ну, у нас накат в том году на сборе Был где-то порядка 200-250 километров за неделю В этом сборе сменился тренерский состав И накат сократился до 100 километров В пользу другой работы, силовой и более интенсивной Поэтому, как бы, тут вопрос еще Ну, как я сказал, в плане длительности эксплуатации И живучести роллеров Он самый актуальный Потому что именно об этом любители спрашивают чаще всего И беспокоятся за это Потому что все боятся, как я уже скажу, потратить лишний рубль Ну, что касается теперь брендов Мы, в принципе, коротко разобрались Для чего эта вещь Хотя еще можно упомянуть один момент То, что роллеры, надо понимать, это травмоопасная штука Очень травмоопасная Потому что, если говорить, особенно любители У кого, допустим, на лыжах еще даже не получается выходить на ногу И не чувствуют себя стабильно И не чувствуют равновесия Переходить на лыжи-роллеры То, сразу скажу, иногда придется и упасть Потому что, кто бы ни катался на лыжи-роллерах Один раз все равно хоть кто-то бы падал Потому что у меня девушка, допустим, в начале сбора Тоже с непривычки Без подготовленных мышц И сформированного мышечного каркаса После межсборья весеннего Просто случайно где-то расслабилась И приземлилась на пятую точку И, конечно, это неприятно И у тебя будет вот такая большая, ну, скажем так Свезенная рана кожа Которая будет заживать тоже порядка двух недель Это еще в лучшем случае Если вы не навернетесь достаточно сильно Потому что надо это учитывать То, что кому-то это просто не надо Кто-то боится И, понятное дело, профессионалы все катаются И профессионалы тоже, как я сказал, падают И того же взять Ивана Черезова Который в Уфе в одном месте на повороте упал И, к сожалению, из-за этого Этот фактор привел тоже косвенно К завершению его карьеры Поэтому, да, лыжи-роллеры, это опасно Но если кататься осторожно Все меры безопасности предпринимать Шлем Все равно качественную экипировку И, во-первых, качественные роллеры То этот процент будет снижен к минимуму Тем более у большинства людей Есть в расположении только Какая-то там, предположим, деревенская дорога На которой они катаются Без каких-то явных спусков С маленьким трафиком Движения автомобилей И там кататься вполне безопасно Потому что, я понимаю, не у всех в регионе Во-первых, есть инфраструктура И трассы, на которых можно было бы Кататься на лыжероллерах спокойно Поэтому, как мы раньше, мы катались, по сути, все время На каких-то отведенных общественных трассах Не на специализированных стадионах Сейчас я уже порядка 3-4 сезонов Работаю только на специализированном комплексе В основном это Удмуртия Ижевский комплекс Демидовой И, понятное дело, то, что на таких комплексах Если брать Сыктывкар, Тюмень Даже тот же Ижевск Рядом еще стадион Кулакова находится То там надо поднимать спуски достаточно серьезные И требуют подготовки И требуют какого-то опыта уже на лыжероллерах Потому что, честно говоря, любителя И даже мой отец, несмотря на то, что тоже имеет Долгую практику катания на лыжероллерах Это больше 5 сезонов, надо понимать Он тоже падал достаточно сильно И он сам как бы боится заходить на подобные трассы На Кулакову Заходить на последние петли Где уже идут виражи и контур-уклоны Если уже брать тот же Сыктывкар и Тюмень Там я вообще молчу Та же печка в Сыктывкаре Кто там был, меня поймет Скорость под 50-60 км в час В лучшем случае, если у вас не самые быстрые роллеры Туда еще ездят спортсмены на классике Надо понимать И там, конечно, надо иметь мастерство И не надо бояться Потому что там реально уклон Просто контур-уклон с человеческий рост Где-то 1,80 метра я стою с одной стороны И только там заканчивается, по сути, вот этот контур-уклон На высоте моей головы Поэтому тоже надо иметь в виду этот момент Я никого не пугаю Но надо быть готовым ко всему И этот факт тоже учитывать Перед тем, как стать на лыжероллеры Ну а теперь мы подходим к брендам Которые мы используем И на которых мы катаемся Я, как вы поняли, уже использую только IDT IDT Sports Уже пятый сезон, получается Я катаюсь на этих роллерах Почему выбираю именно их? Во-первых, мой тренер лыжный С кем я занимался и ставил первые свои годы Уже в более-менее профессиональном спорте Сказал, бери любые норвежские роллеры И все будет хорошо Это Marva, IDT, Swinor И в принципе я с этим полностью согласен Потому что если вы хотите качество Качественные роллеры Качественную резину, подшипники И безопасность То это точно, мы говорим Идеально подходят IDT, Swinor И Marva Что я скажу про Marva Marva это роллеры Понятное дело не для, скажем так Экономии Потому что роллеры стоят от 40 до 50 тысяч Без креплений порой И я не особо вижу резона По крайней мере в покупке таких роллеров Потому что это особенно для любителя не имеет смысла Потому что несмотря на то, что вот кто пишет Сразу скажу, роллеры удлиненные Элиты, почему я их не взял Почему я не беру те же Marva Потому что роллеры это очень отдаленно напоминают нам лыжи И как ни крути, роллеры это не лыжи Даже если они будут удлиненные Даже если они будут с карбоном И имитировать лыжный прогиб То все равно они никогда не будут похожи на лыжи Даже сравнивать технику лыжную По сути Ну Впрямую с лыжероллерной Ее не стоит Потому что все равно есть различия Есть моменты трения Разные Потому что колесики крутятся у нас Порой гораздо быстрее, чем едут лыжи И в этом плане я советую брать только классическую Ну в основном только классическую базу То есть короткую Но в принципе при желании можно попробовать и длинную Я никого не отговариваю Но это мое мнение Что в идеале брать Как бы для меня я беру без всяких удлинений Просто классику базу, которая есть Больше не нужно Что касается остальных брендов Их на самом деле очень много Свикс Как я сказал ADT Свенор Marve Elva Shumov Unway Тот же Можно взять еще 4CAT Сейчас делает Роллеры Карбоновые Ультрадорогущие В Триал Спорте продаются И кучу еще других брендов Честно сказать Сейчас я все не перечислю Их больше там 10-15 брендов Но как бы основные я назвал Что касается русских лыжероллеров Они стоят порядка 6-7 тысяч Это в 3-4 раза дешевле Если мы будем покупать лыжероллеры Брендов европейских Импортных Но я честно скажу Это того не стоит Потому что качество лыжероллеров Во-первых их хватает на 1 сезон Даже не на 2 Качество резины И само качество роллеров То есть они тяжелее Тяжелее прилично Хотя я и не люблю сравнивать граммы Но Беря роллеры Elva SK680 По-моему модель называется Нам их выдали еще в этом сезоне Я не устанавливал на них крепления И скорее всего Установлю Протестирую Возможно даже выпущу обзор Но кататься Как на основных роллерах Не буду Поэтому я и приобрел Как вы видите IDT Несмотря на то Что мне выдали роллеры Потому что я привык К такому качеству и уровню Поэтому как бы Это ваша безопасность И тут надо понимать Что лучше Не экономить Лучше приобрести Сразу качественный роллер Который снизит нам Вероятность падений И вероятность Каких-то Происшествий на трассе Поэтому Я такого мнения Те же шамовы Они стоят в районе 5 тысяч В районе 6 тысяч Были случаи Когда даже не то Что у шамова Когда у стартов Отлетали колеса Но это опять же Надо проверять Перед каждой тренировкой Насколько бы дорогие роллеры Не были Насколько у вас Закреплены колеса И так далее Потому что случаи были Когда и на спуске Все это случалось Как бы Это дело случая Но тут как бы Нечего тоже пугаться Но мое мнение Про русские роллеры Оставляет желать лучшего Так как я на них бегал И старты Некоторые старты Проводятся Со спонсорством Тех же Эльва Или шамовов В Кирово-Чепецке И приходится бежать На их роллерах Потому что от этого Никуда не денешься И честно говоря Бежать очень страшно Особенно на спусках Очень страшно Если бы Как раньше нам выдавали Те же свиноры Скейт Обычную версию Она сейчас стоит 12 тысяч Дешевле чем Айдити даже И чувствовал себя Комфортно И безопасно Поэтому Такой момент Тоже присутствует Если вы выбираете Опять же между роллерами На 80-х и 100-х колесах То я выбираю 100-е Во-первых На резиновых колесах Неровности Проходится легче Техника Как мне кажется Лучше отрабатывается Тоже на 100-х колесах Я к ним просто привык Начиная со свиноров Скейт Элит Как раз таки Удлиненная версия Которая у меня была Похожая на лыжи Ничего хорошего Особо про нее Я не скажу И в целом Ну как бы Роллеры Сами по себе На 100-х колесах Они реально Угодные Это мое мнение Поэтому Если вы еще Рассматриваете Классику То классику Я бы сказал Для любителя Посматривать На лыжероллеры Очень сомнительно По той простой причине Что если вы хотите Натренировать На классических Лыжероллерах Технику То вряд ли это выйдет Я сам не классист И не претендую точно На какие-то успехи В классическом стиле Но момент такой У меня Купленный 4 года назад Тоже лыжероллеры Свикс Триак Карбон Верхняя модель И она меня В принципе радует Да Она не стерлась Ничего с ней не случилось Да там есть царапки Краска где-то Чуть-чуть отлетела Но они у меня В хорошем состоянии И проходит еще сезон 2 Потому что классика У биатлонистов Это не основной Вид деятельности И катаемся Мы на ней Поскольку Поскольку Вот на этом сборе У меня палки сломались Я почти весь сбор Провел на классике Да есть такие моменты Но в основном Классика это Вторые тренировки Откатки И для биатлониста Это не основная работа Поэтому лыжероллеров Думаю как для меня Как и для любителей Классических Хватит на достаточно Длительное время Это больше нужно Для разнообразия Но опять же Никак не для тренировки Техники Потому что Техника То есть лыжероллеры Классические Они как бы Скажем так Идут за счет того Что колесо заднее Нам не дает Уехать назад И по сути Отработку техники И отработку Толчка Смазь удержания Оно никак нам Не перенесется На лыжи Потому что Скорее всего На лыжах Это будет абсолютно Другая техника И как говорят Тренера тоже В Удмуртии Мой знакомый тренер И он говорит Что классика Наоборот Даже приносит В каком-то плане Вред лыжероллерная Для техники На лыжах И не все Как бы даже Продвинутые спортсмены В плане классики Не могут Отработать ее На лыжероллерах Ну в принципе Если говорим Про профессионалов То там все хорошо Вопросов нет Они на классике Проводят достаточно Длительное время И там все Конечно Гораздо понятнее И яснее Но вопрос в том То что классику Опять же можно приобрести Для разнообразия Ее хватит гораздо дольше Чем конька Потому что конек Это основной Вид деятельности И на лыжах И на лыжероллерах У большинства любителей Он у нас будет уходить Гораздо быстрее В плане ресурса А классика Это та вещь Которую можно Выехать в субботу В воскресенье Или на второй тренировке Кто проходит Про две тренировки Из любителей Отдохнуть Покататься Расслабить мышцы Получить удовольствие Посмотреть по сторонам Погулять Но не более Как бы рассчитывать На какие-то успехи В классике На лыжероллерах Как я сказал Крайне не стоит В принципе Если Точнее Мы уже обсудили Достаточно обширно Эту тему Обсудили Стоит ли Не стоит ли Переходить Любителям на лыжероллеры Каждый решает Уже для себя сам Стоит пробовать Не стоит Напугал я вас спусками Не напугал ли И в принципе Тут если вопросы остались То пишите нам В комментарии Пишите в телеграм канал Переходите Там мы кстати Иногда выкладываем Также и лыжероллеры Предлагаем к покупке Но в основном Мы занимаемся лыжами Как вы знаете Всем большое спасибо За внимание И всем пока До новых встреч